физкульт привет друзья и ученики не другие тролли и все-все-все высказывание в моем прошлом ролике о том что быциане работают только на дебилах оскорбило очень многих людей и я удивлен почему во первых вы знаете меня я никогда не стараюсь никого оскорбить второе просто я откровенный нелицемерию вы знаете я в основном за натуральный тренинг но когда я сам на фарме я об этом всегда тоже говорю открыто и третье самое основное если вы не понимаете основного что быца работают не знаете как и что для этого нужно делать чтобы они работали то это уже ваша проблема смотрите если мне кто-то скажет там что я дебил или чё я не обижусь вообще и это никак не изменит мое отношение и мое восприятие самого себя почему это оскорбляет некоторых людей для меня остается загадкой откуда пошло что быциане работают один несмотря на то что уважаемый мной именно как человек парень очкастый дрыщ теоретик сказал в своем блоге что быца не работают что есть куча исследований хотя противоречит сам себе кто будет проводить исследование о том что быца не работают не оплачивая этих исследований вы знаете как дорого стоят исследования ни одно ни одна компания не возьмется просто так на себя расходы чтобы проводить какие-либо исследования. Так вот, БЦА работают. Это клинически доказано. И поэтому я сказал, что БЦА не работают только на дебилах. Но это на самом деле не так. БЦА не работают только на пришельцах. Если вы пришелец другой планеты, то БЦА на вас никак, конечно, не сработают. Хотя, если вы не гуманоид тоже. Вдруг вы гуманоид такой же, как и мы, земляне. Значит, БЦА работают и на вас. Клиническая медицина давно доказала, что БЦА работают. Просто нужно понимать, что такое работают, действуют, на кого работают, на кого действуют. Работают они и действуют абсолютно на всех. Доказала, повторяю, клиническая медицина. Как это проявляется? Уже очень долгое время БЦА принимаются, применяются в лечении больных анорексий. И смертность резко упала. После того, как стали использовать БЦА. Понимаете? Клиническая медицина доказала это. То, что БЦА работают. А вот начинаю теперь сравнивать. А какая разница? Вот вы сравнили больного человека, анорексии. Ну, а какая разница? Вы же говорите, что БЦА не работают. Вот вам показатель того, что БЦА работают. Следующее. Я общаюсь с очень многими проатлетами. Особенно с тех пор, как стал жить в Штатах. У меня у самого тренер два раза занимал третьи места на Мистер Олимпе. И начинаются разговоры о том, что БЦА работают там на химиках, а на натуралах не работают. Так вот, натуралы БЦА нужны еще больше, чем химику. Нужно понимать одну простую вещь, которую не понимают другие. Кстати, тот же теоретик запустил этот миф, что якобы в питании, в пище есть БЦА, что есть БЦА в тех же протеинах. Действительно, во многих продуктах есть БЦАшки, в протеинах есть БЦА, но они не будут там работать по той простой причине, что БЦА работают в больших дозировках. Если мы говорим именно не только о сохранении вашей мышечной массы, но и о ее увеличении. Опять-таки, как вы можете почувствовать или увидеть, что БЦА работают простым, являясь простым человеком, который ходит в зал ради здоровья. И даже если многие из вас думают, что вы тренируетесь на увеличение массы и силы, как показывает практика, несмотря на то, что у меня уже куча статей и видеороликов есть об этом, все равно приходят вопросы, по которым я вижу, что люди совершенно неграмотно тренируются. Даже взять, если то, что девочки думают, что махами можно накачать ягодичные мышцы. Да ничем нельзя накачать ягодичные мышцы, кроме как глубоких приседаний, глубоких, в широкой постановке ног. Это нужно понимать. То же самое из БЦА. Говорить, что БЦА не работают, все равно, что говорить там, что аспирин не работает, какое-нибудь обезболивающее средство не работает. К сожалению, наш мир настолько погряз в лицемерии, в лжи и запутался сам в себе, что не понимает даже, вот насколько я знаю, в России только-только ознакомливаются с понятием клиническая медицина. 90% препаратов, продающихся в аптеках, клинической медициной давно доказано, что они не рабочие. И во всем мире, в Европе, в Америке, многие препараты, которые продаются в Российской Федерации, в Украине, в Белоруссии, их просто нет. По причине того, что они не работают. Еще один довод мне написал один человек. Вот, даже ты же живешь в Штатах, а БЦА там не на высоком рейтинге. Так о чем это говорит? Это говорит только о глупости людской. Знаете, что выше стоит даже по рейтингу, чем БЦА? Предтреники. А предтреники с гарантией убивают сердце. Я вам это говорил еще 3 года назад. Но тем не менее, даже среди моих друзей, выступающих атлетов и не выступающих, все поголовно сидят на этих предтрениках. А сейчас в Америке бум. Люди стали подавать на одну известную компанию. Кому интересно, можете в интернете найти. Именно на жалобы на сердце. Именно из-за предтреника. И не важно, что эта компания не указала в составе своего препарата определенное вещество. Это не важно, друзья. В мире там 1, 2, 3 может предтреника. На пальцах одной руки можно посчитать, которые не будут затрагивать ваше сердце. Об этом я вам тоже всегда говорил. Поэтому, друзья, не обижайтесь, когда я вам говорю что-то. Я всегда говорю только то, в чем уверен, что опробовал на себе. Если вы тренируетесь как девочка, а я знаю многих девочек, правда, так нельзя тоже говорить, которые тренируются не читая некоторым пацанам. Скажем так, если вы тренируетесь лайтово, если вы ходите в зал с телефоном, сидите на тренажере, отсылаете кому-то смс-ки, если вы не ведете тренировочный дневник, то вы не тренируетесь, вы занимаетесь физической культурой. И это неплохо. И вам, возможно, действительно БЦАшки не нужны. Но человек, тяжело занимающийся, отдающийся себя железу на сто, на тысячу процентов, обязан принимать БЦА. Я не буду здесь говорить о том, почему БЦА работают, почему не работают. Кому интересно, можете почитать мою статью, посмотреть видеоролик. Нужно знать, от каких дозировок начинают работать БЦА. И да, кстати, некоторые говорят, что я делаю рекламу БЦА. Хватит. Друзья, реклама, это когда вам кто-то платит за что-то. Мне сейчас ни одна из компаний за рекламу БЦА не платит. Поэтому думайте головой, не говорите глупостей, будете выглядеть умнее. Не стоит обижаться на критику. Мне многие говорят, что я тоже обижаюсь на критику. Нет, вы посмотрите в комментариях. Все комментарии, которые не носят оскорбительного характера, где нет мата, я выкладываю. Если вы думаете, что я не прислушиваюсь к чужим мнениям, то вы тоже ошибаетесь. Именно благодаря тому, что я слушаю различные мнения, благодаря тому, что я постоянно изучаю этот процесс, я живу этим. Я больше в жизни ничем не занимаюсь. Я даже институт выбрал физической культуры, факультет физической культуры и спорта, только потому, что хотел двигаться в этом направлении. Шесть лет отзанимался. Было у нас ЛФК, было у нас много анатомии, физиологии, биохимии. Люди пытаются рассуждать и говорить в комментариях, которые вообще ничего не понимают в анатомии, которые даже не понимают, как разделяются мышечные волокна, не знают, что отказ убивает силу, не знают, какие отказы бывают, сколько видов отказа бывает. Если начну перечислять, кто что не знает, то придется на все эти замечания делать видеоролики. Но я, в принципе, это и планирую. Ладно, хотел снять короткое обращение, получилось немножко долго, и оператор, наверное, уже устал там держать руку. Друзья, следите всегда за тем, в каком направлении вы мыслите. Если даже вы видите негатив в свой адрес, никогда не стоит отвечать негативом. То, что внутри вас, это то, что вы из себя представляете, и то, как формируется ваше мировоззрение. От того, какие мысли внутри вас, и мир вокруг вас точно такой же. Мир – это отражение наших с вами мыслей. И никто, и ничто, никакое событие, никакой человек не должен влиять на наш позитивный настрой. Вот, посмотрите, какая прекрасная зима, солнышко. Радуйтесь жизни, тренируйтесь, дарите любовь себе и окружающим, и тогда БЦА будут работать и на вас. Всем пока, увидимся в следующий раз. Качай бицуху, приседай. Субтитры сделал DimaTorzok